С вами Николай Пимненко в проекте Дата. Сегодня 14 июля. Франция. День взятия Бастилии. В 1789 году восставшие парижане штурмом берут символ королевского деспотизма и освобождают семерых заключенных. Событие считается началом Великой Французской революции. На самом деле, как уверяют историки, знаменитая крепость тюрьма взята неприступом и ее гарнизон сдался еще до атаки, заручившись обещанием, что никому не будет сделано никакого зла. Им просто не хватило мужества стрелять по живым людям. Бывает и такое. С другой стороны, гарнизон был сильно напуган видом огромной толпы. Осаждающих было 800-900 человек, это немного. Но площадь Бастилии и все прилегающие улицы переполнены любопытными, которые сбежались посмотреть на зрелище. И у нас такое бывает. С высоты парапета 120 человеком крепостного гарнизона казалось, что на них идет весь Париж. Они сами спустили подъемные мосты, по которым вступил неприятель. С 1880 года день взятия Бастилии отмечается во Франции как национальный праздник. Ну а теперь о родившихся. 1602 год в этот мир приходит Джулио Мазарини, кардинал, премьер-министр Франции. Все его детство прошло в районе Ватикана и неудивительно, что он избрал карьеру священника. Первоначально Джулио учился в Риме, потом в Мадриде. По возвращении Мазарини становится послушником при Папе Римском. С 1641 года он кардинал. На должность главы правительства назначен в 1643 году Анной Австрийской. Говорят, что затем он вступил с ней в тайный брак. Мазарини продолжал укрепление французского абсолютизма. И даже не поймешь, кто был круче, кардинал Аришелье, который был до Мазарини, или сам Джулио. 1743 год. В этот мир приходит Гавриил Романович Держаин, русский поэт. Сочинение стихов Держаин легко сочетал с государственной службой. Был даже личным секретарем Екатерины Второй, государственным казначеем, сенатором, наконец, министром юстиции. Только 60 лет вышел в отставку и полностью посвятил себя литературе. Друзьям моим я посвящаю, друзьям и красоте сей день. Достоинством я цену знаю. И знаю то, что век наш. Тень. 1939 год. День рождения Карела Готта, чешского певца. Обладатель звания «Золотой словей». Он 36 раз получал звание лучшего исполнителя Чехии. Всего в его дискографии более 30 только студийных работ, проданных по всему миру тиражом 30 миллионов экземпляров. Но недавно, к сожалению, он покинулся мир. 1986 год. День рождения певицы Пелагеи. В 1988 году родился Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств, который в последнее время очень часто мелькает в прессе. События дня. 1700 год. Заключается Константинопольский мир, завершающий азовские походы Петра Первого. По нему Турция признает Азов и Запорожье за Россией. Турция возвращалась, занятая русскими войсками, часть Приднепровья с мелкими турецкими крепостями, которые подлежали немедленному уничтожению. 1704 год. В темнице монастыря умирает сестра Петра Первого, царевна Софья Алексеевна. Это была образованная женщина, говорят, отличалась умом, энергичностью и честолюбием. При поддержке родственников своей матери, бояр Милославских, она воспользовалась стрелецкими волнениями, чтобы в свое время провозгласить совместное царствование Иоанна Пятого и Петра Первого. За малолетством братьев Софья стала правительницей. Потом попыталась свергнуть Петра Первого, однако потерпела поражение и заключена в Новодевичий монастырь. 1748 год. В Германии фиксируется первый случай появления так называемого крысиного короля. 18 крыс со сплетенными хвостами. Фактически это единое существо. С возрастом размеры крысиного короля увеличиваются, и, что пока не удается объяснить ученым, увеличивается количество его голов. Даже доминирующие самцы и самые агрессивные самки начинают безропотно ему подчиняться, таскают ему пищу и переносят его на своих спинах. По мнению современных ученых, это, скорее всего, несчастный случай, во время которого животные смерзаются и запутываются хвостами. 1871 год. В Лондоне, в Хрустальном дворце, проходит первая в мире выставка кошек. Вот так бывает. Сначала крысиный король, потом кошки. Организовал ее Гаррисон Уэйр, известный иллюстратор, анималист и знаток усатых полосатых. Впервые определены стандарты пород, вводится градация по окрасам и длине шерсти. Всего на шоу демонстрировалось тогда 170 кошек, 25 пород и даже один инвалид. Дикий шотландский кот, в боях утративший лапу. Жюри состояло из самого Уэра, его брата Джона, а также биолога-любителя, священника Джона Макдоналда. На следующий день лондонские газеты в захлеб пишут об успехе выставки, а картинки кошек потеснили в газетах репортажи о скандалах в высшем свете. Сегодня по всему миру выставки кошек проходят практически ежедневно. В 1896 году народ увидел первый русский автомобиль Фрезы Яковлева. Он представлен публике на Нижегородской выставке. Черчежей не сохранилось, и параметры автомобиля восстанавливали по имеющимся фотографиям и описаниям. Сейчас уже невозможно установить, сколько автомобилей было изготовлено. Однако, одно можно сказать точно. Конструкция Яковлева Фреза была создана именно как серийный и коммерческий автомобиль. 1933 год. 14 июля. Из Ленинградского порта отчалил новенький, блестевший на солнце, большой грузовой красавец-пароход. Легендарный Челюскин. Начинается арктическая экспедиция, которую возглавляет Отто Юлевич Шмидт. 1941 год. На берегу Днепра, под Оршей, советская армия впервые применяет ракетную установку «Катюша». Существует несколько версий происхождения названия. Наиболее вероятно, связано с заводской маркой «К» – завода-изготовителя первых боевых машин, которые на самом деле называются БМ-13 – боевые машины. А также с популярной в то время одноименной песней. Фашисты из-за воющего звука снарядов называли установку «сталинским органом». В августе-сентябре 1941 года на фронт были отправлены уже 324 боевые машины БМ-13 и БМ-8. А в боях за Берлин участвовало 219 дивизионов «Катюш». Ну и еще одно событие. 1960 год. В 14.30 житель Фрунзе Минебаев запрыгнул на саркофаг Ленина в мавзолее и ударом ноги разбил стекло. Множество осколков просыпались на лицо и кисти рук забальзамированного тела. Мавзолей 3 месяца закрыт. Было решено заменить обычное стекло пуле непробиваемым. Минебаев на допросе заявил, что мечтал уничтожить мумию и специально приехал для этого из Средней Азии. На тело вождя покушались различным образом как минимум 8 раз. Но самым драматичным стало нападение 1973 года. Мужчина спрятал взрывное устройство под одеждой и, поравнявшись с саркофагом, соединил провода. Погибла шедшая следом супружеская пара из Астрахани. Четверо школьников получили серьезные ранения. От террориста уцелели рука и часть головы. На место происшествия срочно приехал лично председатель КГБ Юрий Андропов. Об итогах расследования ничего не известно до сих пор. Ну а Ильич по-прежнему в Мавзолее. С вами был Николай Пимненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok